Новое лицо Рене Дельвегер, Чубака и Крюгер спешат на помощь и нацистский вкус в швейцарских кафе. Об этом и не только в нашем обзоре. С такими актерскими данными прямая дорога в мыльную оперу. Британец Али Найт два года притворялся, что болен и часто впадает в состояние комы. Это помогало ему избегать судебного разбирательства за кражу, пока обманщика не запечатлели камеры слежения. Здравствующим на шоппинге в супермаркете. Супер заварушка. В Голливуде на Аллее славы подрались актеры, переодетые в костюмы популярных персонажей. Сначала между собой сцепились мистер исключительный из суперсемейки и бэтгерл. Разымать их подтянулись Чубака и Фредди Крюгер. Что послужило причиной драки неизвестно, но шоу удалось воистину голливудское. Прощай, милашка Бриджит Джонс. Актриса Рене Зельвегер до неузнаваемости изменила внешность. И не в лучшую сторону седают поклонники. Журналисты едва ее узнали на красной дорожке. Скорее всего, над лицом Зельвегер поработал пластический хирург. Сама актриса утверждает, что просто хорошо спит и правильно питается. Не тронь мою девушку, сказал президенту США избирателей из Чикаго. Во время досрочного голосования на выборах в Конгресс Барак Обама и Айя Купер рядом заполняли бюллетени. Глава Белого дома заметил, что и не думал трогать девушку, но идея неплохая. Заполнив бланк, он поцеловал ее со словами «Теперь-то твой парень точно ревнует». В российских СМИ стало больше волшебников. Владимир Чуров станет ведущим на радио «Русская служба новостей». Председатель Центра избиркома в авторской программе «Программа Че» будет общаться с гостями на актуальные темы, прежде всего об избирательном праве. Возможно, еще раз объяснит, как на думских выборах в 2011-м Ростовская область показала явку 146%. Электроугонщик объявлен в розыск. Полиция в Московской области ищет неизвестного, который похитил в депо электричку. Угон получился с препятствиями в виде другого поезда. Правда, состав был порожним. Горе-водитель снес вагон с пути и сбежал. Его ищут с собаками. Попробуй нацистца на вкус. В швейцарских кафе подавали сливки с портретами Гитлера и Муссолини на упаковках. Их поставлял ритейлер «Мигрос». Компания уже извинилась и отозвала продукцию с кафе. Но любители популярного в Швейцарии хобби собирать баночки со сливками успели пополнить коллекции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...